Здарова всем ребята, Кент пока на проводе и прямо сегодня я решил сделать нереально дорогую проверку на честность, которая мне обошлась ровно в 100 тысяч голды. Ну а чтобы получить вот эту малышку совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, написать комментарий плюс свой ID и третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. К вашему вниманию представляю обновленный сайт gg standoff, на него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.40. И конечно же в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки, тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду вы получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению, также у них проходит конкурс на голду, все нужные ссылочки ты найдешь в описании. gg standoff мой выбор. Для того, чтобы вы не думали, что это кликбейт, прямо сейчас я захожу в мой инвентарь и как видите, моего брелка нету, Charm H-Patch Mac просто взял и испарился, тут его нету. Давайте зайду на рынок, на рынке мои запросы тоже ничего нету, к большому-большому сожалению. А теперь самый главный пруф этой истории, и как вы видите, брелок Charm H-Patch Mac я продал за 10к, хоть прямо сейчас на рынке он стоит 100 тысяч голды. Ну а теперь я вам расскажу, почему же вообще снял данный видеоролик. Я в прошлом видеоролике показал, что мелкую сумму голды все готовы вернуть, вот когда я слил 100 голды каждому, мне каждый вернул, то есть из троих человек трое вернул обратно, то есть 100 голды готовы вернуть каждый. А вот готовы ли вы вернуть нож? А если не нож, то брелок, например, за 100 тысяч голды. Изначально я вообще думал продавать Керамит Голд, потом подумал, ну думаю ладно, Керамит Голд оставлю на следующий раз, продам брелок. И знаете что? Я продал брелок за 12 тысяч голды. Я был уверен на 99,9, что когда узнают, что это я, когда поймут всю ситуацию, то мне его вернут обратно. Я специально это сделал для проверки, чтобы проверить, вернут ли большую сумму или люди, к сожалению, гнилые и ничего не вернут. И, к сожалению, смотрите дальше. Во-первых, почему именно я его слил за 12 тысяч голды, то есть чисто мне пришло 10к голды. Потому что мне именно 10к голды не хватало для того, чтобы поставить его на закупку. То есть если бы я сказал, братан, я слил случайно, продай мне обратно, то мне парень бы по закупке смог бы его брата слить. Как раз мне хватало идеальной голды тютелька в тютельку. Но, увы, парень казался непростой. Ребят, я ни в коем случае никого не осуждаю, мне просто было интересно, вернут ли мне мой брелок обратно или нет. Это был просто эксперимент. Да, это другой эксперимент, но в этом-то и суть. 100 голды вернет каждый, тем более ютуберу. А вернете ли вы брелок за 100 тысяч голды или нет? Вот в этом-то и суть. Вот в таких ситуациях появляется вся сущность людей. Ну что же, давайте приступим. Я сливаю брелок, я смотрю ник парня, ник у него Нейсикс. То есть это этот парень, и он состоит, мать его, в этом клане. Это клан Киткоу, если кто не в теме, то парни с данного клана меня кинули на Керамбит Голд. Потому что мы с ним играли в дуэль на Керамбит Голд. Они просто взяли, меня кинули и написали Кент Соси. То есть, грубо говоря, просто клан Киткоу. Ну и куда же в наше время без пруфа? Ребят, прямо сейчас я вам предоставлю пруфы. У меня на канале есть видеоролик, называется Выиграл настоящий Керамбит Голд Стэндов 2. Вот ID парня, вот если посмотреть, у него ID 236. Ну, смотрите на аватарочке. 236, 72, 871. Ну и прямо сейчас я вам покажу того же самого парня, который состоит в этом же клане. У него ник Точка. Ну, я думаю, вы все поняли. Далее, эти же самые люди, вот посмотрите, QAM Traders. Эти же самые люди всегда делают фейковые запросы, когда я продаю, ставят мою же аватарку, чтобы мои подписчики перепутывали скин и покупали не у меня, а у них. А теперь посмотрите самое интересное. Ребят, я не говорю, что это весь клан Киткоу, но половина точно Китки. Смотрите внимательно на их аватарки. То есть, ребята, которые мне кинули на Керамбит Голд, которые ставят фейковые запросы, которые оскорбляют меня постоянно. Они ставят ник типа Кент Соси, Кент Даун и так далее. Такие вот ники ставят. Они еще пишут кентки-доки попрошайка. Просто представьте, люди, которые самые кентки. Я в шоке. И, ребята, настоятельная просьба. Не надо им ничего плохого писать, потому что я их и так уже унизил. Мы играли с ними дуэли. Я их, конечно же, выиграл, потому что они все нубы. Поэтому, ребят, я их и так уже унизил. Не надо им ничего плохого писать. И, ребята, настоятельная просьба. Не надо им ничего плохого писать, потому что я их и так уже унизил. Мы играли с ними дуэли. Я их, конечно же, выиграл, потому что они все нубы. Поэтому, ребят, я их и так уже унизил Не надо им ничего плохого писать Ребят, я еще раз повторюсь Не все среди них китки, но некоторые люди точно И я вчера, когда слил брюк Чуваку из этого клана Ну вы прекрасно понимаете, что я подумал Я уже подумал, все, видео запорол Ни хрена не получу, потому что это и так клан китков Который меня постоянно кидает И, конечно, я, ребят, все-таки решил попробовать вернуть брюк Я подумаю, ну, может быть, хоть чудо-человечность У них есть И первое сообщение, которое он мне написал, ахаха То есть ему стало смешно, что человек слил Якобы случайно брюк Мне все равно этот брюк, но он с меня начал смеяться Я ему пишу, привет, бро Я случайно слил, дело, конечно, твое Но не мог бы ты вернуть за ту же самую цену И он пишет, не, сори Хочешь, могу М-ку отдать, ахаха И смеется надо мной, то есть, ребят, вы понимаете Человек случайно слил ему скин, просит Пожалуйста, верни, а он начинает просто смеяться Это повезло то, что я блогер Мне все равно, если бы были какие-то ноунеймы То просто бы поражали над вами и добавили черный список Ребят, скорее всего Но, по поводу этого Нейзекса Хочу сказать хорошую-хорошую новость Он говорит, я тебе рот не верну Он говорит, ну, могу вернуть 3000 голды Конечно, 3000 голды это очень мало Но мне стало интересно А вернет ли он хотя бы 3000 голды? И знаете что? 3000 голды он вернул Все-таки хоть чуть-чуть в человечестве у Нейзекса есть Потом, брат, я обращаюсь именно к тебе Вот видите, надо мной, надо мной скин Я обращаюсь именно к тебе Если ты хочешь уйти с этого клана КитКол Братан Я тебе могу принять киборги Будешь в нормальном клане Главное правило Никого никогда не обманывать Я тебе хочу сказать так Ты не обязан мне давать брелок Мне просто было интересно Как ты поступишь И ты мне дал хотя бы 3000 голды За это тебе респект Конечно, очень обидно то, что ты не отдал полную стоимость Но хотя бы 3000 голды И за это тебе спасибо Для того, чтобы вы не думали, что я случайно слил, например, этот скин Вот еще один пруф Я ему написал Вот прям вчера пишу Молодец, что вернул хотя бы 3К Но, к сожалению, проверку ты прошел частично Почему частично? Потому что брелок стоит 100 тысяч голды А он мне слил всего лишь 3К Далее я у него попросил еще раз вернуть скин Где он мне сказал Извини, у нас такое комьюнити Никто никому ничего не возвращает А вот из-за этого у нас и такое комьюнити Потому что никто никому ничего не возвращает Ладно бы там нож какой-то слили Ладно бы там какой-то скин Но когда слили брелок за 100 тысяч голды Но я, Синпень, это очень огромная потеря Честно говоря, если бы слили какой-то, не знаю Какой-то нож или какой-то аркан там за 500 голды Это ерунда Реально ерунда Но это можно там за один день заработать Но когда за 100 тысяч голды Я считаю, что такие моменты должны возвращать И должны входить в положение человека А представьте, если бы это вы слили скин за 100 тысяч голды Я еще раз повторюсь Что никто из вас не обязан возвращать любые скины Это лично ваше дело Это видео я снял чисто, чтобы показать Какие у нас люди 100 голды, 200 голды вернет каждый 300 голды вернет каждый Но 100 тысяч голды вернут всего лишь единицы И я надеюсь, что среди моих подписчиков Есть именно те самые люди Которые бы слили керамин голд за одну голду И они бы его вернули Я считаю это правильно И ребята, еще раз повторяю Что если вы захотите купить голду у этого клана То покупайте на свой страх и риск Потому что это клан Киткоу И представьте, они даже позволяют себе оскорблять меня Просто так оскорбляют меня За то, что я рассказал правду про них И их унизил в дуэли Касаемо того, что я прошу голду своих подписчиков Да, я это делаю Но я в этом ничего плохого не вижу Потому что я никого не оскорбляю Я никого не унижаю Я никому ничего плохого не делаю Вы это делаете добровольно Помогаете мне голдой И вы можете помогать, можете не помогать А вот оскорблять меня Обманывать меня на голду Обманывать меня в дуэлях на дорогие скины Это уже неправильно И так делать нельзя И еще, ребята Я не хочу пускаться до уровня оскорблений Как ребята с клана Киткоу Давайте запустим новый хэштег Будь добрее Прямо сейчас посмотрите на мою аватарку Я призываю каждого моего подписчика Ставить в игре такую же самую аватарку себе И выставлять любые скины на рынок Смотри описание как можно быстрее Качай вот эту аватарку И загружай ее себе на аву Самых активных я выберу И дам лично по 100 голды каждому Ну что ж, дорогие друзья В принципе на этом все Обязательно ставь лайк Подписывайся на канал Кентопк И пиши любой хороший комментарий С вами был ваш Кентуха Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok